Всем привет, ребятки! Друзья, ребятки, сегодня покажу вам обалденный рецепт. Донорфиш, это очень вкусно, это просто бомба. Обязательно сделайте, а если на природе, будет еще вкуснее. Все, поехали! Друзья, до Донорфиш очень хорошо подходит рыба салака. Она жирненькая сама по себе, легко чистится от костей. Здесь один хребет, больше ничего и нету. Так что она самая идеально подходит. Сейчас покажу, как я ее почищу. Берем рыбу, вот так хребет ей раз, перебили, за голову подтянули и все. Все внутренности вышли. Здесь, где пузо обрезали, вот смотрите, он идеально чистый получается. Икру забираем, тоже пожарим. А вот этот брюшко сейчас тоже почистим. Потом вверх вот так надрез делаем. И можно, и легко вот так руками, смотрите, очень легко руками снимается. И вот у нас получилась такая филешка. Вот эту пленочку надо убрать. Вот так пленочку убираешь, чтобы не горчило. И вот это плавнички срезаем. Все. У нас вот такая филешка получилась. Это идеально. Вот, вот так все убираем лишнее черненькое, желтенькое, красненькое и оставляем вот так. Чистится очень быстро, из-за этого я люблю вот эту рыбу, за то, что она вот не костлявая. Что с ней очень легко. Молоко кто как любит, кто-то любит, кто-то не любит, но я очень люблю. Обжарим, покушаем. Друзья, возьмем одно яйцо. Вот такое у нас домашнее яичко, желтенькое. Так, сюда добавим немного соли, чайную ложку итальянских трав. Они очень аромат хорошенький дают такой, для рыбки это очень хорошо подходит. По вкусу черный перец. Так, и все. Вот это теперь надо на наше яйцо, яичко все сбить. Все, яйцо сбили, теперь добавляем к рыбе. Нужно хорошо перемешать. Смотрите, также сюда добавим пару столовых ложек рыбного соуса. И вот так тоже перемешаем. Минут 5-10 дадим настояться. Друзья, в муку мы тоже чуть-чуть добавим паприки, немного. И немножко трав. Все тоже, все хорошо перемешиваем. И у нас получится вот такой вкусный кляр. Обещаю, будет очень вкусно. Так, теперь берем рыбку. Вот смотрите, как она промариновалась. И в муку. Все, больше ничего и не нужно. И болотится идеально. Смотрите, вот раз. Готово. Смотрите, вот два. Посыпали, обсыпали, обволокли. Готово. Все быстро. Все делаем очень быстро. Максимально, на скорости. Чтобы было вкусно. Опять готово. Сковородочку уже поставили разогреваться. Сейчас сразу отсюда, туда. И у нас такой быстрый конвейер получится. Вот. Все вот так, короче, панирую. Все, смотрите, масло разогрелось. И ложим. И кладем. И накладываем. Буду ложить, буду говорить по-разному. Кому как устраивает. Друзья, в чем хитрость рыбы салаки? Она очень вкусная. Разговора нет. Но сильно долго жарить его нельзя. А то он весь мак, весь сок испарится. Его надо быстро так. Раз, раз, обжарили с двух сторон. Долго не нужно. Тем более, вот видите, филешечка тоненькая. Раз, быстро обжарили с одной стороны 2-3 минутки. И со второй стороны 2-3 минутки. Так, вот смотрите, все. Все, вот с этой стороны, вот с этой стороны. Двух сторон такое прекрасное ароматное. Прекрасное румяное. Все, убираем. Долго не жарим. Так, ну вот, друзья, смотрите, рыбку мы обжарили. Потрошочки от рыбки мы тоже обжарили. Это просто бомба, это смак. Вот так с кетчупом просто бомба. Икра, молока, бессмеля. Бомба. Классно. Поехали делать донорфиш. Так, теперь, ребята, что делаем? Лук, ялтинский или по-другому, сиреневый, салатный. Как хотите, называйте, но это бомба. Помидорчик розовый. Хоть не сезоны, а сезоны еще вкуснее. Какой-то азербайджанский. Они тоже умеют делать вкусные помидорчики. Большой салам нашему дружескому народу, Азербайджану. За вкусные помидорчики. Спасибо. Вот так режем. Такими слайсами. Чем больше, тем лучше. Помидор люблю. Только вкусный помидор люблю. Огурчики. Выбираем попочки, хвостечки. И режем вот так тоже. Продолговато. Чтобы было красиво. И, главное, вкусно. Вот так. Огурчики у нас свои, крымские. Не поверите. У вас почем огурчики, скажите. У нас 100 рублей розница. Это можно сказать даром. В мае месяце, первых числа мая, 100 рублей огурчик, это даром. Огурчик готов. Ялтинский лук. Цена, не помню. В пределах 200 рублей, наверное. И вот так режем. Пополам не пошел. Вот так тоже. Меленько, меленько, меленько. Это ж ялтинский. Кто был в Крыму, тот знает этот лук. В Москве его тоже очень много. И растет он у нас только у нас в Крыму. Все, вот так пока хватит. Смотрите, у меня здесь соус тартар. Теперь немного кетчупа. Можно взять лечо. Немножко укропчика. И все вот это дело перемешал. Вот теперь соус. Ничего такого придумывать не надо. Космического. Обалденный вкусный соус получается для рыбы, для донера в самый раз пойдет. Смотрите, друзья, у меня здесь лепешка специально для донера. Можно и не специально найти, чтобы такая была напухшая лепешка тандырная. Сделали такой карманчик. Все, теперь в гриль. Теперь ставим в гриль и немного нужно разогреть. Буквально 2-3 минутки. Чтобы лепешка такая согревшая была, хрустящая, вкусная. Так, ну вот, все, наша лепешка разогрелась. Обалденно, идеально горячая. Так, берем соус. Вот так внутрь все промазываем, стеночки, чтобы было сочно, мощно. Чем больше соуса, тем сочнее, тем вкуснее. Можем. Огурчики вложим. Побольше огурчики. Вот так. Вот так. Помидорчики. Вот такие вкусные помидорчики. Вот, вот так. Такие сочные помидорчики. Ложим. Снизу, снизу немного лука. И потом сверху рыбку. Рыбку так продеваем туда дальше, чтобы он глубже сел. И вот эту рыбку. Хотите, порежьте на кусочки. Но не стоит этого делать, мне кажется. Сверху опять помидорчик. Можно еще рыбки побольше. Люблю рыбу много. Теперь лук. Ну вот, друзья, все сами видели. Все легко и просто делается. Просто бери и делай. Я, как вам говорил в начале, если будете делать на природе, будет еще вкуснее. Дымок, природка, птички, мички, водичка. Будет вообще вкусно. И зато сытно, ароматно и полезно. А ну-ка, попробуем. Бесьмеля. Бомба. Бомба. Очень вкусно. Ребятки, это все легко и просто. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok